А выходные пролетели ударно. Кринчан собрали сразу два муниципальных мероприятия. Одни о здоровье после рекламы, а прямо сейчас о субботнике. Он развернулся сразу на двух площадках одновременно. Собрал почти две тысячи человек. Анастасия Галкина расскажет. Вместе лучше грязи нет! Девиз этого апреля. Локальные субботники идут практически каждый день с первого числа. А масштабный окружной развернулся в минувшую субботу на пляже третьего микрорайона. Этот участок один из самых проблемных и по традиции закреплен за бюджетными работниками. Почему эти площадки? Потому что самые засоренные после зимы. Поэтому мы традиционно каждый год выходим в первую очередь на эти площадки и наводим порядок около реки. Потому что понимаете, что это все может потом... Весь мусор будет в реке. Поэтому при сильном ветре все это улетит. В субботней бригаде подразделения от образования, муниципалитета, теплосети и водоканала они всегда в авангарде и обязательно поддерживают ежегодную акцию чистоты. Я всегда стараюсь участвовать в субботниках. Потому что мне хочется, чтобы наш город был чище, уютнее. Мы выходим регулярно. Мы будем продолжать это делать до конца апреля. Пока мы не наведем идеальный порядок майским праздником, я надеюсь, ко дню победы наш город засияет. В эту субботу муниципальными силами вычищали площадку за торговым центром «Семья». Весь мусор, что накидали за зиму, собирали в мешки сотрудники финансово-экономического отдела. Участие в субботнике принимаем не только коллективом, но и своей семьей, в микрорайоне, где я живу, с своими соседями. Призываю всех участвовать. Я каждый год принимаю участие в субботниках, убираю улицы нашего города. В прошлом году красили бордюры, убирали мусор. Хотим, чтобы наш город был чистым. Захотелось помочь взрослым. А для чего? Чтобы в городе было чисто. В общей сложности на генуборку вышли более 2000 человек. Только из города вывезли 11 тонн мусора. На очереди трудовой десант 13 апреля. Фронт работ определяется. Так что следите за нашими новостями. Областной субботник намечен на 20 апреля. К этому времени город планируют привести в порядок. Если погода внесет коррективы, месячник чистоты захватит и первую декаду мая. Анастасия Галкина, Алексей Буланов, Анастасия Гарбазова. Новости дня.